доброе утро дорогие телезрители вот и подошло время к нашему гостевому включению конечно хотелось бы сказать что о как прекрасно нести людям добро нас в гостях елена жаринова заместитель руководителя ассоциации детских и молодежных организаций костанайской области здравствуйте доброе утро вместе с вами пришли до ваши волонтеры желтый желтый жидписово и максим кознин здравствуйте доброе утро ну давайте конечно сразу углубимся в вопрос кто такой волонтер расскажите поподробнее волонтер это на самом деле человек с очень большим добрым сердцем потому что волонтерство это добровольчество и люди которые приходят волонтерства они идут чисто из душевных порывов поэтому смело можно говорить что волонтер большое доброе сердце замечательно ну конечно каждому человеку до чтобы принести какое-то добро в этот мир приходится отлучаться от своих собственных до забот идти в добровольческие отряды по поиску пропавших людей до ездите к забытым старикам устраивать праздники детям да это так мы на самом деле этим всем занимаемся у нас приходит молодые люди к нам и мы разносторонние у нас занятия мероприятия организовываем к детям ходим вот наш проект как раз таки отдела внутренней политики города кустаная это волонтеры города кустаная и в рамках этого проекта мы посещаем больницы мы будем посещать детские дома мы помогаем всем организациям в организации мероприятий к нам обращаются организации которые работают с людьми с ограниченными возможностями мы им помогаем то есть везде где нас зовут мы там замечательно максим желтых хотелось бы конечно к вам обратиться немножко поделитесь своими впечатлениями расскажите как давно вы занимаетесь волонтерством и что уже за это время вы сумели сделать получается волонтером не занимается уже второй год прийти даже пришел увидел просто в интернете волонтерскую вечеринку ну то что будет пришел мне понравилось начал ходить как-то там по что пошло мероприятие это походы к ветеранам вот сюда когда завертелась так а у вас как желтых все это произошло хожу только год в прошлом году я просто сидела как-то дома и вконтакте просто забила волонтерство и разговаривала с руководителем потом пришла к ним в офис и все начала ходить потом начались мероприятия звали активных волонтеров так вот ходила со школы отлучалась чтобы сходить волонтерство главное так вот все было на тот прям ваши до душевные порывы хочется помогать людям и нести до добро в наш мир ну просто почему нет если есть время свободно и до возможность какая-то но тем более конечно наше время таких людей к сожалению очень мало и конечно хотелось бы сказать вам за это спасибо елена вы как заместитель руководителя ассоциаций детских и молодежных организаций в нашей кустанайской области расскажите как поживают ассоциации ассоциация живет уже больше 16 лет работаем в этом направлении давно очень много известных людей вышли как раз таки из нашей организации и пришли к нам именно волонтерами именно волонтерство помогло им добиться каких-то высот поэтому живем работаем все как обычно немножко хотела бы вот как раз таки про ребят рассказать желуды с прошлом году к нам когда пришла сразу влилась тоже вот проект отдела внутренней политики и города кустаная проект назвался наш двор причем мы по этому проекту работали очень давно мы летом устраивали мероприятия во дворах города кустаная и желуды суд как раз таки попала активно на этот проект и работала она с детьми они устраивали им праздники то есть волонтеры сами ходят с ребятами с детьми играют сейчас это продолжилось вот мы ходим в детскую областную больницу почему выбрали больницу потому что там дети находятся с районов из далеких ко многим родители могут приезжать раз в неделю естественно что дети ну мало того что болеют лежат на лечении еще и их никто городских еще еще посещают а их все равно мало и вот наши ребята как раз таки решили то есть мы был сбор у нас мы посидели и вот решили может быть кто-то из своего опыта сказал что вот лежат дети а давайте к ним походим давайте с ними поиграем теперь еженедельно волонтеры наши посещают детскую областную больницу максим очень творческий человек он постоянно помогает нам в таких мероприятиях он поет он танцует мы естественно этим пользуемся поэтому всегда рады всегда приходят к нам но на самом деле активные дети мы в начале года по этому проекту пошли по школам по колледжам мы рассказывали про нашу организацию первый вопрос который возникает у молодежи оплатно ли это сразу говорим что это деятельность бесплатно конечно тоже волонтерство это волонтерство да и многих это пугает многие приходят первый раз приходят смотрят что же это такое потом остаются с нами навсегда и у вас такая прям общая то ячейка своя такая банда волонтеров и я думаю все таки все волонтеры они являются немножко такими-то творческими людьми потому что но вы сами разрабатываете сценарии какие-то придумывайте что вы будете исполнять какие там песни ведь под какие песни танцевать да да потому что ну вот даже вот придя в область в детскую областную больницу мы сразу сказали что мы торжественно стартанем но мы стартанем своими силами то есть полностью танцы и песни и игры это все ребята готовили сами то есть у нас еженедельно проходит сбор волонтеров они там обсуждают мероприятия которые будут сами все решают мне потом просто показывают я говорю да это круто или нет давайте это оставим куда-то на другое ну то есть у ребят полет фантазии большой и поле деятельности на самом деле очень большое но я думаю что им нравится у нас да тоже так прям предполагаю что очень нравится если идет такая большая активность ребят ну скажите вы наверно тоже какие-то своеобразные впечатления эмоции получаете от того что вот какое-то добро несете людям да конечно это я считаю что-то вообще очень круто что мы ходим на мероприятие ты получишь такой опыт на новые знакомства заводим и вообще это не как-то приведется в жизни потому что это развивать ну да правда что а кто может стать волонтером такой вот вопрос волонтером может стать любой человек ну наша в основном конечно целевая группа волонтеров это молодежь ну так как мы ассоциация детских молодежных организаций но мы рады будем видеть своих рядах и более взрослых людей потому что помощь нам нужна разная и к нам обращаются организации ну на самом деле разные поэтому у нас есть такие активные люди как люди пожилого возраста которые еще готовы действовать готовы помогать но вроде бы как не находят себя ну в чем-то поэтому мы рады будем потому что я говорю нужна помощь и взрослых людей у нас постоянно существует такая рубрика как хочу помочь и могу помочь то есть люди которым нужна помощь могут к нам обращаться мы подумаем как это сделать как помочь и люди у которых есть возможность помочь то есть вот сейчас мы объявляем акцию подари игрушку детской областной больнице поэтому если у кого-то выросли дети лежат игрушки люди не знают куда их день и пыляжа вас но сюда мы ведем сбор единственное что не ну по санитарным нормам в больницу нельзя мягкие игрушки а все остальное книжки конструкторы игрушки пластмассовые то есть мы все собираем и кстати в этом году больнице 30 лет наша детская областная больница отмечает 30 лет и я думаю что вот как раз таки от нас будет вот такой жест от всех жителей города и это подарим игрушки как раз таки больницы да ну то есть получается вы не только до творческий кладезь даете до нуждающимся но также пытайтесь физически когда конечно к нам обращаются и дорога в школу то есть если если вот идет обращение то мы стараемся всем помочь организации у нас многие знают мы со многими сотрудничаем то есть вот волонтеры когда чемпионат по танцам на колясках был и умит надежда организация которая постоянно занимается этим мероприятием к нам обратились и как раз таки тоже наши волонтеры помогали участникам готовиться к выступлениям там где-то воды подать где-то что то то есть мы мы постоянно активные участники таких мероприятий елена вы наверно сами до начинали свой путь с волонтерства нет я пришла в организации уже в зрелом возрасте и влилась настолько что просто уже не представляю как без этого жить тогда вопрос немножко не к вам вот волонтерские будут будут какие они как проходит ваш волонтерский день я когда пришла я пошла к ветеранам беру день был очень тяжело было жарко но это не помешало со мной был как бы у нас берут тех кто уже давно ходит и новеньких и они ставят их в пару и они обучают их чем что-то говорят где-то помогают ну так макси он труски будет обычно как у всех просто организация ну как когда сборы у нас не каждый сбор и поэтому не каждый волонтерский будни когда проходит сбор мы приходим организовываем мероприятия какие-то идеи кидаем что-то отсеиваем что добавляем вот как-то так в принципе времени до хватает на свою жизнь не хватает чтобы по волонтерству надо так сказать все на самом деле хотелось бы добавить что вот ребята которые волонтерства приходят это активные ребята у него мимо волонтерства они посещают различные кружки репетиторы и у них вот находится время еще и на волонтерство то есть ну тот кто активен тот активен везде замечательно если какое-нибудь эмоциональное выгорание но сталкиваемся с чем например мероприятие готовим до большое крупное вот есть городские масштабные мероприятия мы готовим волонтеры приходят у них глаза горят и потом когда в ходе организации они понимают насколько это большой труд то есть они первоначально вот все же ходят на праздники все видят картинку красиво хорошо либо что-то не нравится когда волонтеры приходят сами принимают участие то есть им приходится вплоть до поставить парты что-то поднести что-то подать что-то что-то помыть и они потом приходят и таки мы горит не думали что это так сложно и вот у них вот есть прямо не такие как бы немножко расстроенные что вот это проходит так но зато потом когда говоришь что следующее мероприятие они уже настолько их затягивает о да мы будем мы придем и тоже вот это просто это весь день это ходить это помогать вот то есть глаза горят у них да но в любом случае даже несмотря на то что это молодой возраст все равно очень много сил тратится энергии какой-то тем более если человек задействовал просто ну во всей концертной программе и как же конечно ему успевать себя и морально и физически к этому подготовить тяжело конечно года и есть потом еще такие вот например посещения до ветеранов немногие вот и у нас была девочка волонтер она просто сказала я не буду ходить потому что говорит я после посещения ветеранов наград мне настолько плохо я домой прихожу вот на ночь нас то они рассказывают как они жили как это было тяжело и она вот вот она категорически отказалась играть я хоть куда но к ветеранам видимо это сильное эмоциональное поражение а есть кто-то наоборот идут и говорят о я у ветеранов так отдыхаю вот они и чаем напоят и все расскажут и им собой и яблок дадут и конфет дадут и ну то есть у всех по-разному замечательно давайте еще раз углубимся и поговорим о ближайших акциях ну это как раз таки вот основная сейчас у нас идет это сбор игрушек в детскую областную больницу потому что ну вот мы посетили мы увидели там персонал ну дети лежат дети меняются игрушки понятное дело что ломаются рвутся и ну как бы детям играть нечем и мы посмотрели и персонал говорят что мы будем очень рады если вы нам поможете поэтому вот сейчас весь акцент мы делаем как раз таки на эту акцию потом акция у нас идет подарил улыбку детям это посещение детской областной больницы и акция герои рядом это посещение наших ветеранов и тружеников тыла то есть наши ребята приходят помогают уборкой по дому и на самом деле выхлест оттуда очень хороший потому что благодарность потому что эти бабушки дедушки они потом звонят мне они говорят спасибо вам большое кто-то лежит кто-то ну после операции не могут двигаться и ребята приходят просто элементарно подмели мусор вынесли и это уже колоссальная помощь конечно вот как я смела изначально заметить то что сейчас очень редко встретишь людей до которые способны на какую-то помощь и конечно они неоценимо благодарны вам ребята то что вы помогаете все таки ну старики для нас в свое время очень много сделали поэтому надо их конечно уважать а если те кто финансирует да это отдел внутренней политики мы с ними работаем тоже очень давно сотрудничаем мы работали по таким проектам как наш двор ну вот в этом году это волонтеры города кустаная то есть если вы где-то увидите у нас есть кепки и футболки у ребят и это как раз таки идет финансирование с отдела внутренней политики города кустаная замечательно ребят ну может вы расскажете о чем вы мечтаете возможно у вас какие-то есть планы на ближайшее будущее чтобы растерялись или как или все вот своим чередом и да все сегодняшним не уже мог но это конечно не очень хорошая стезя но все-таки конечно кто если не вы да так сказать поможете и конечно хочется призывать больше людей чтобы больше вам приходили больше какой-то помощи давали людям несли в себе благо и ну и конечно же от вас тоже призывайте их говорите как это хорошо как это замечательно интересно и полезно потому что наверное в основном люди думают ой зачем же я сейчас куда-то пойду где-то буду убираться в черном мусор выносить скажите важно обязательно покормят дадут вам еще чего-нибудь и исполна вам заплатит за ваш труд ведь конечно каждая доброта и каждый труд она по-разному ценится ценится это факт мы на самом деле рады видеть всех дети молодежь наши двери всегда открыты волонтеры наши знают что если волонтерский сбор это обязательно чай рождения они уже пытаются отмечать у нас это успешно все проходит они знают что у нас можно кричать шуметь бегать то есть организация которая не ставит никаких рамок для волонтеров ну и хотелось бы конечно ребятам сказать большое спасибо потому что это наши помощники их знают в лицо уже ветераны их знают в лицо дети дворы по которым мы проходили все эти года девочек всех наших помнят и бывает приходишь они говорят а вы в прошлом году у нас были и по именам знают девчат поэтому рады видеть всех приходите взрослые приходите мы тоже обязательно для вас найдем дело и вы сможете свою доброту применить в общем волонтерство это круто и весело волонтерство в сердце волонтерство в сердце навсегда это вот ваш слоган под которым вы движетесь каждый день замечательно я хотела напомнить вам дорогие друзья что у нас в гостях были елена жаринова заместитель руководителя ассоциации детских и молодежных организаций костанайской области а также волонтеры желуды житписово и максим козин спасибо вам большое что пришли к нам мы желаем вам еще больше достижений еще больше добра и тепла в сердце чтобы все вам это воздавалось еще раз большое спасибо спасибо вам спасибо